Всем привет! Меня зовут Эльмира, и сегодня поговорим о локальном жиросжигании. Сразу скажу, что оно существует. В своем видео я опираюсь на статью Антонова Андрея, в которой он разместил интервью с Виктором Николаевичем Силуяновым, пропагандистом статодинамики и прародителем программы «Изотон». Ссылка на статью в описании. Итак, на вопрос, какие вы можете привести факты, подтверждающие возможность локального жиросжигания, Виктор Силуянов отвечает. На самом деле, очень много доказательств есть в практике физической культуры и спорта. Нам часто приходится тестировать футболистов. Так вот, игроки Кавказских республик очень сильно озабочены своим внешним видом, и иметь рельефный пресс для них – очень важная цель. В результате, даже самый ленивый игрок в команде на каждой тренировке выполняет силовые упражнения на мышцы брюшного пресса. И как результат, у всех до единого игрока четко выражены кубики пресса. А у игроков других клубов этого нет, но при этом толщина кожно-жировых складок в других областях у них практически не отличается от толщины складок кавказцев. В конце 50-х годов прошлого века в СССР появилась так называемая атлетическая, лучше сказать артистическая, женская гимнастика, изначально изобретенная для людей, которые закончили заниматься спортом. Еще до прихода в страну аэробики занятия этой гимнастикой и соблюдение балетной диеты – два яблока и стакан кефира в день – давали прекрасный результат. По мне, так маловато белка. Но, может, для балета именно эту цель и преследовали – снижение общего веса, и неважно, жир сгорит или мышцы полетят. Лично я не рекомендую. Следите за белком. А по поводу локального похудения можно привести данные Моховой. Была защищена диссертация в 80-е годы. Испытуемые женщины были разделены на группы в зависимости от вида двигательной активности. Одна группа тренировалась на лыжах, другая бегала, третья занималась художественной гимнастикой, четвертая – плаванием и контрольная группа чем-то вроде ОФП. Через полгода после занятий было проведено антропометрическое тестирование всех участников эксперимента. Оказалось, что тот, кто бегал, потерял жир преимущественно с ног. Тот, кто плавал – с рук. Поскольку в эксперименте участвовали незанимающиеся спортом женщины, которые не умели правильно использовать ноги в плавании и держались на воде преимущественно за счет мышц рук. В художественной гимнастике и лыжах жир уходил равномерно. И тогда стало ясно, что в зависимости от видов выполняемых упражнений будет зависеть и уход жира с сегментов тела. Кстати, обратите внимание на скандинавскую ходьбу. Этот спорт был придуман для финских лыжников, чтобы они продолжали заниматься даже в летнее время года. Там тоже задействуются 90% мышц. Позднее в стране появился новый вид физических упражнений – шейпинг. И в шейпинге занимались непосредственно формой тела. От английского «шейпинг» – придание формы. Занимающиеся сначала делали круговые упражнения на все мышечные группы, потом на проблемные зоны, то есть на определенные мышечные группы, чтобы там жир уходил. А это и есть локальное похудение. Первый групп делался на все 12 мышечных групп, а второй, третий и четвертый – на те группы, где был избыточный жир. И результат был положительным. Тренировали мышцы с живота – жир уходил с живота. Тренировали четырехглавую мышцу бедра – жир уходил с четырехглавой. И когда жир более-менее сходил, делались упражнения на развитие мышечной массы. Научное обоснование было примитивным. Мол, жир уходит, потому что при низкоинтенсивной тренировке активен липолиз. Мысль верная, но при занятиях шейпингом выполняются локальные силовые упражнения в высоком темпе от 1 до 2 минут до изнеможения, до частоты сердечных сокращений более 160 ударов в минуту, иногда до 200 ударов в минуту. О каком липолизе можно говорить после этого? Но локальное похудение происходит. Как это объяснить с точки зрения классической физиологии? У нас есть симпатическая нервная система. И когда мы начинаем заниматься физическими упражнениями, она активизируется. Под действием сигналов, проходящих по симпатическим нервам, возбуждение приходит не только к мышцам, но и к жиру, находящемуся над мышцей. Эти сигналы приходят и к надпочечникам, к их мозговому веществу, и оттуда начинает выделяться адреналин и норадреналин. Эти гормоны выходят в общий кровоток и усваиваются из него теми тканями, которые активны. То есть, если спортсмен тренирует одну мышечную группу, то адреналин туда и будет поступать, и в мышечную группу, и в жировую ткань, находящуюся над этой мышечной группой. Нагрузка при этом должна быть стрессовой. Как правило, это так называемые гимнастические силовые упражнения, которые делаются на 20-30 повторений в подходе и вызывают сильное закисление, чувство жжения, которое приводит к болевому стрессу. При выполнении аэробических упражнений, задействующих много мышечных групп, адреналин и норадреналин распределяются по всему организму и способствуют общему похудению. Но самое интересное в механизме локального похудения другое. Из окончания симпатической нервной системы выделяется нейромедиатор. И если в мышцах медиатором служит ацетилхолин, то в симпатической нервной системе, которая активизирует жировую ткань, в качестве медиатора выделяется норадреналин. В 70-х годах, говорил профессор, у нас в лаборатории работал советский ученый Болховских. Он изобрел электростимулятор, который профессор Коц использовал в подготовке и лечении хоккеистов. А потом в Америке продал лицензию. И теперь этот метод электростимуляции мышц называется русский ток. Так вот, Болховских регулярно проводил электростимуляцию... Болховских регулярно проводил электростимуляцию и был первым человеком, который обнаружил, что в процессе электростимуляции под электродами начинает уходить жир. А как он это обнаружил? У него уже в то время был ультразвуковой прибор, позволяющий определять толщину кожи, толщину жира и мышцы до кости. При электростимуляции надпочечники норадреналин не вырабатывают, так что общего повышения его уровня в крови не наблюдается. Идет выработка только локального нейромедиатора, который диффундирует, то есть проникает, смешиваясь путем диффузии, самопроизвольно распространяется во все стороны. Близлежащие ткани, в том числе и в жировую, где способствуют локальному липолизу. Потом появились ребята из Ленинграда, которые создали по аналогии специальные приборы, которые рекламировали в качестве локального жиросжигания, стали их продавать и в советское время стали довольно прилично зарабатывать. Вот именно электростимуляция абсолютно точно доказывает факт возможности локального жиросжигания. Вызвать ее можно как электростимуляцией, так и локальными силовыми упражнениями. В аэробике этим никогда не занимались, и поэтому аэробисты пишут о невозможности локального жиросжигания. А мы все время этим занимались, говорит Силуянов. Локальными статодинамическими упражнениями. И у нас, соответственно, совсем другие данные. Выполняя работу в статодинамике, занимающийся за год убирает от 6 до 12 килограммов жира, но при этом набирает около 6 килограммов мышечной массы. В итоге человек-женщины первого и второго зрелого возраста убирает вроде всего 6 килограмм, но выглядит совсем по-другому. Какие упражнения наиболее эффективны для локального жиросжигания? Наиболее эффективные упражнения, выполняемые в статодинамике. Мы уже говорили об этом в режиме тренировок, когда описывали методику, направленную на гиперплазию, миофибрил в окислительно-мышечных волокнах. Они вызывают сильный болевой стресс. При этом вес отягощения незначительный, что позволяет не напрягать суставосвязочный аппарат. Эндокринная система возбуждается, активизируя симпатическую нервную систему. Она посылает сигналы туда, откуда исходит источник стресса. Когда мышца напряжена, кровоток там затруднен, а в жировой ткани кровоток не прекращается, и гормоны туда приходят и в процессе выполнения упражнения. Время выполнения упражнений зависит от выносливости конкретного человека, но должно быть в пределах 20-40 секунд. Надо ориентироваться, чтобы сильное жжение было от 4 до 8 секунд в каждом подходе. Этого достаточно для активации гормонов. Еще немаловажный момент при выполнении упражнений в таком режиме за счет активации гормонов происходит интенсификация обмена веществ полтора раза, которая сохраняется на протяжении 12-24 часов. Сам процесс расщепления жира происходит во время работы или после ее окончания. Если речь идет о норадреналине и адреналине, то липолиз происходит непосредственно во время работы и ближайшие 5 минут по ее окончании. Эти гормоны легко прикрепляются к наружной мембране, в клетку не входят. Их главная роль в том, чтобы активизировать метаболизм клетки. В активную клетку уже могут проникать анаболические гормоны, например, гормона роста. А вот гормон роста обладает гораздо более пролонгированным действием. Он заходит в жировую клетку и остается там на несколько дней, пока не утилизируется. И он всю ночь выгоняет жир в общий кровоток. Если ты не истратил запасы гликогена и жиров, тогда ему некуда деваться, и он может вернуться в другой сегмент тела. А если во время тренировки произошли энергозатраты, тогда этот жир пойдет на восстановление энергетического потенциала мышц и на пластические процессы. Мы худеем и наращиваем мышцы в основном ночью, во время сна. И не под действием адреналина и норадреналина, а под действием гормона роста и тестостерона. Но если говорить о женщинах, то у них тестостерона мало. И главным фактором, стимулирующим выход жирных кислот в кровь, является гормон роста. У мужчин и женщин этот гормон выделяется в одинаковых количествах. На ряде форумов, посвященных силовому спорту, в темах о локальном жиросжигании, часто приводят цитату из книги «Оздоровительная тренировка по системе изотон». Мол, к сожалению, распределение жира находится под сильным генетическим контролем, поэтому локально жир можно удалить только хирургическим путем липосакции. И спрашивают, как же профессор Силуянов может говорить о локальном жиросжигании, если сам в своей книге пишет обратное. На что Виктор Николаевич отвечает. Данная книга была написана мной в соавторстве с Евгением Мякинченко. И цитируемый раздел писал он. В то время он интенсивно изучал аэробику, сотрудничал с русскими и иностранными специалистами, писал книгу по аэробике. Возможно, текст для аэробики он ставил неосмотрительно в книгу про изотон. Я не откорректировал текст перед печатью, поскольку не мог допустить, что мои ученики, которые экспериментально показали возможность локального похудения, могли написать такой некорректный текст. Моё мнение по поводу локального жиросжигания однозначно. Это научно установленный факт. Кстати, я всё жду, когда книга «Клиническая физиология стройности» выйдет печать. И сначала я испугалась, неужели её написал Мякинченко. Прогуглила, оказывается, Николай Мелянченко. Классная книга. Её уже прочитала Ирина, автор канала «Феона. Второе дыхание». В эту книгу Николай Борисович Мелянченко упаковал свой 20-летний опыт работы в изучении процесса ожирения. Книга на 1500 страниц. Обещают массовый тираж в декабре 2023 года. Надо искать на озоне. Итак, продолжаем обзор интервью. Что вы можете сказать по поводу диетических рекомендаций в периоды избавления от лишнего жира? Есть тренировочный день, когда мы делаем статодинамическую тренировку. Малая калорийность сопряжена с голодом, а голод связан с работой мозга. Чтобы мозг отключить от голодовки, надо постоянно вводить маленькие дозы углеводов до и во время тренировочных занятий, а также сразу после них. Можно использовать изотонические напитки. Они не вызывают выделение инсулина, но легкое повышение концентрации глюкозы в крови способствует нормальной деятельности мозга. Есть и другие продукты, помогающие нормализовать деятельность мозга на сниженной калорийности питания. Например, на ночь мы рекомендуем принимать постное мясо. Чтобы повысить концентрацию аминокислот в крови во время сна? Не только. Помимо непосредственно строительного материала, в постном мясе присутствует ряд ингредиентов, которые могут усвоиться в мозгах вместо глюкозы. Например, кетоны. Что нам нужно принять после тренировки, направленной на жиросжигание? После тренировки нужно обязательно принять небольшую порцию углеводов, не приводящую к выбросу инсулина. Например, съесть одну конфету и запить изотоническим напитком. Принцип очень простой. Прием большого количества углеводов или углеводов с высоким гликемическим индексом приводит к значительному повышению уровня сахара в крови. Это приводит к реактивному выбросу инсулина, гормона, ответственного за жироотложение. Если будешь регулярно стимулировать выходы инсулина, то твоя жировая ткань будет привыкать к этому состоянию. Будут образовываться рецепторы, которые будут связываться с инсулином, и клетка начнет потреблять углеводы для превращения их в жир. А если будешь стимулировать рецепторы, которые будут связываться с аматотропином и проводить его внутрь клетки, то жировая ткань будет строиться совсем по другому принципу. Она будет готова отдавать жир, а инсулин она будет слабо воспринимать, потому что у нее будет мало таких рецепторов, которые с ним связываются. Поэтому люди, которые голодают, они стимулируют развитие рецепторов, которые связываются с инсулином. А под действием наших изотонических упражнений все наоборот. Жировая ткань перестраивается. Если человек голодал или сидел на жесткой диете, то как только он переходит на обычное питание, количество жировой массы у него сразу начинает увеличиваться и возвращается к исходному уровню, а то и превышает его. А у людей, занимающихся по нашему методу, то есть изотон, этого не происходит. У нас женщины занимаются по системе изотон, уходят летом в отпуск на 2-3 месяца, прекращая тренировки, и возвращаются осенью в зал, имея вполне приличную форму, несмотря на отсутствие нагрузок и отсутствие какой-либо диеты. Разумеется, при занятиях изотоном клиенты получают теоретическую информацию о правильных методах тренировки и диете, поэтому во время отдыха, как правило, ведут себя цивилизованно. Естественно, чтобы тренировать в себе такую жировую ткань, необходимо регулярно вызывать выброс гормона роста, то есть регулярно делать локальные силовые упражнения, дожжение, чтобы вызвать стресс. Давайте перейдем к конкретным, практическим рекомендациям. Например, цель – максимально быстро убрать жир в абдоминальной области. Как часто нужно тренироваться? Абдоминальная область, то есть жир на животе. Ну, во-первых, конечно, нужно сократить прием углеводов, особенно во второй половине дня, чтобы переделать свою жировую ткань и сделать ее менее чувствительной к инсулину. Во-вторых, нужно выполнять статодинамические упражнения на мышцы брюшного пресса ежедневно и несколько раз в день, делая в подходе от 30 до 90 секунд, в зависимости от уровня тренированности. А от таких частых тренировок не будет перегружаться эндокринная система? Если будет выполняться работа только на одну мышцу, то не будет. Мужчина, не перегружая эндокринную систему, может день выполнить до 30 подходов. Естественно, не за один раз подряд. То есть, если мы обычно делаем в серии 3 подхода через 30-секундные интервалы отдыха, то в течение дня можно выполнять до 10 таких серий, равномерно распределяя их в течение дня. Да, но в таком режиме 10 серий в день можно работать в течение 2 недель. Потом все-таки эндокринная система начнет перегружаться. Но за эти 2 недели результат будет виден на лицо. Но 10 серий – это, конечно, слишком жесткий режим, когда кровь из носу требуется убрать живот за 2 недели. Обычно мы рекомендуем делать серию упражнений на пресс через 30 минут после каждого приема пищи. Но при таком режиме работы возможно быстрое привыкание к нагрузке, и выполнение упражнения не будет вызывать болевые ощущения, достаточные для стресса. Может, имеет смысл после того, как болевые ощущения во время выполнения упражнения снизились, выполнять перед упражнениями на пресс другого упражнения в статодинамике, например, приседания. При выполнении этого упражнения всегда будут болевые ощущения. Да, это достаточно грамотный подход. Для выброса гормонов всегда предпочтительнее базовые упражнения. Это наблюдается, например, при тренировке рук. При работе руками гормоны не хотят выделяться, недостаточная большая мышечная группа. Поэтому для лучшего эффекта нужно сделать сначала один подход на ноги. Гормоны выделятся, а последующими подходами на тренируемые мышцы мы заставим гормоны усвоиться именно этими группами мышц. Причем вполне достаточно одного подхода на ноги в день. Не надо его делать перед каждой серией. Вот после этой рекомендации мне захотелось купить домашний комплект штанги для тренировки в домашних условиях. Сделаю приседы со штангой, а потом либо табата, либо китайская тренировка, либо статодинамика из Атон. Я даже прогуглила и нашла вот такой комплект. Кто-нибудь пользовался таким? Напишите в комментариях ваши отзывы. В общем, делаем выводы. Локальное жиросжигание существует, но все же только одному организму известно, каким образом он распределяет жир в дальнейшем. Встречалось мне одно исследование по этому поводу. Сниму видео позже. Главное, не забываем про дефицит калорий и соответствующее питание. Всем успехов на пути к здоровому и стройному телу. Пока-пока.